Приветствую вас! Отвечая на первый вопрос, можно сказать, что безусловно, как и мужчина, женщина может быть успешной абсолютно во всю, и в личной жизни, и в карьере, тонкость заключается, правда, в том, и это уже ответ, конечно, на второй вопрос. Тонкость заключается в том, чтобы грамотно оценить свои возможности, оценить свои способности, и через понимание пределов своих возможностей, через осознание своих склонностей, своих сил, количества своей энергии, своего потенциала, реализовать совмещение этих сфер в индивидуальной вам форме. То есть, для каждого человека своя индивидуальная форма совмещения личной жизни и карьеры. Кто-то может впервые добиться определенного карьерного роста и потом, соответственно, выйти в декрет и после декрета вернуться. Едва ли можно сказать что-то новое, если упомянуть, что декрет является официальной формой совмещения карьеры и личной жизни. То есть, женщина уходит в отпуск, уходит за детьми и возвращается на преднее место. Но бывает так, что человек вначале устраивает свою личную жизнь, ну, в вашем случае, выходит замуж, растает ребенка, воспитывает его до, скажем, младшего дошкольного возраста или до младшего дошкольного возраста. Это уже в зависимости от возможностей. И потом начинает активно строить свою карьеру. То есть, многое зависит от того, как вы позиционируете себя в отношениях. То есть, если, допустим, вы склонны к лидерству, то мужчина, который вам наиболее пройдет, по идее, будет домохозяином, то есть, более домоседом, чем обычный мужчина. Если вы склонны к равноправию, то ваш мужчина, по идее, будет партнером, разделяющим с вами все проблемы, тягости и препятствия. То есть, тут важно понимать, четко понимать ваши способности, ваши предпочтения в личной жизни, ваши предпочтения в карьере, чтобы заместить наиболее правильно это в одном васе. Единого способа насчет совмещения, наверное, не существует. Потому что указывает человека свои индивидуальные особенности. И отсюда следует логичный вывод, что есть свои нюансы, которые вытекают из ваших отношений. То есть, допустим, если вы собираетесь там что-то совмещать, то, соответственно, это невозможно без компромиссы между вами и вашим партнером. Если вы, значит, устроены в личной жизни, но не можете построить карьеру, соответственно, нужно как-то организовывать свою работу, чтобы работодатель шел навстречу вам, если, допустим, нужно уделить больше внимания детям. То есть, есть свои тонкости. И во втором случае, между прочим, во втором случае, главное понять, что работодатель пойдет вам навстречу. Но в том случае, если вы покажете ему свою цену. И поскольку, на данном случае, именно работодателю нужно делать вам, ну, скажем так, подслабление, то необходимо рекомендовать себя, ну, в каком-то, на каком-то уровне выше, чем, скажем, другие сотрудники. То есть, индивидуально для вас нужно подбирать способ совмещения в зависимости от вашего и типа личности, и темперамента, и характера, и индивидуальных особенностей, и личных предпочтений, и текущей жизненной ситуации, и планов на будущее, и опыт взаимодействия как в рабочей сфере, так и в сфере личных взаимоотношений с противоположным полом. А именно так я бы ответил на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.